МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мне тебе потом мыть. А я после того, как тебя мою, мне самому мыться приходится. Ну, такова твоя судьба. А, да, я и забыл, совсем забыл, что у меня, конечно, не собака, а знаменитый огромный грязесборник. Здорово со зрителями. Всем привет. Здрасте. А вообще, я чистюля. Ты же знаешь, у меня пока лапы грязные, я на стол не залезаю. Погоди, ты еще и на стол на мой залезаешь? Ой, да было всего разочек. Не начинай. Каждому владельцу собак известна ситуация, когда осенью в дождливую погоду приходится мыть лапы своему питомцу. На помощь в этом приходит чудное устройство под названием лапомойка. Она представляет собой емкость, которая изготовлена из пластика, в которую наливается вода с шампунем для лап. На крышке лапомойки располагаются резиновые шторки, через которые вы будете лапу питомца вставлять. А дальше эту лапу встретят щеточки. Собака будет наверняка лапы шевелить, и щеточки прекрасно сделают свое дело. Данное устройство безопасно для вашего питомца, и существует в нескольких модификациях в зависимости от размера вашего питомца. То есть для маленьких собачек, для средних и для очень крупных. Если же сам факт того, что ваш любимый пес испачкает свои драгоценные лапы, вас тревожит, выход есть и в этой ситуации. Существует еще один метод, который позволяет защитить лапки вашего питомца от грязи и пыли, также от повреждений, и при этом помогает выглядеть вашей собачке красивой и стильной. Это вот такие вот тапочки, комфортно сидят на ноге собаки, не соскальзываясь с нее, тем самым предохраняя лапы вашего питомца от грязи. Тапочек имеет надежные крепления на липучках, тем самым фиксируется на лапке собаки, также имеет нескользящую подкладку, которая помогает комфортно ходить вашему питомцу. Тапочки можно стирать в обычной стиральной машинке-автомате при холодной воде. Определить размер обуви можно следующим образом. Переднюю лапку собаки ставим на чистой лист бумаги. Отмечаем карандашом или ручкой кончики когтей и конец пятки. Измеряем это расстояние линейкой. Потом отмечаем на бумаге самое широкое место лапы и тоже его измеряем. По таблице определяем размер обуви. А давай поиграем в страны, в которых хотелось бы побывать. Ну как в города, только в страны. Я начинаю, а ты продолжаешь. Ну, допустим, начнем с Австралии. Австралии я. Тебе на я. Якутск. Якутск это не страна. Давай еще раз. Вьетнам. Мурманск. Ты, видимо, не совсем понимаешь правила игры. Ну, вспомни, как в города. Я называю какую-нибудь страну, в которой хочу побывать, потом ты. А я не хочу ни в какую страну ездить. Я к брательнику в Якутск хочу, и к тетке в Мурманск. Ты не к родственникам хочешь, ты к ним за оленинкой хочешь и за свежей рыбкой сгонять. Прозорливость – это твой конек. Угу, горбунок. Кстати, смотри, как путешествовать. Здорово. Томас Нил Родригес, хозяин 15-летнего пса по кличке По, подарил любимцу путешествия по Америке, чтобы тот насладился всеми прелестями американской жизни. Мужчина с псом побывали в 35 городах Соединенных Штатов. Они гуляли по аллее звезд, видели Тихий океан, поднимались на вершину нескольких небоскребов. Всю поездку хозяин пса-путешественника снял на камеру и выложил фото в социальную сеть. Собака породы Чихуахуа по кличке Фрида, ранее неизвестная широкой общественности, на один день была назначена мэром Сан-Франциско. Владелец Фриды стал победителем специального организационного аукциона, заплатив 5000 долларов. По завершении рабочего дня в ходе торжественной церемонии у мэрии собаки вручили пенсионный пакет, подстилку, игрушки и подарочную корзину с угощениями. Такая акция была призвана поддержать городской приют для животных. Французский парламент принял законопроект, отменяющий определение животных как мебели, которая действовала со времен Наполеона и признал, что у братьев наших меньших есть чувства. Как считают сторонники нового закона, он приведет к изменению менталитета, в частности, среди судей и прокуроров. Например, он может иметь последствия в случае развода супругов, если пара не может решить, с кем останется домашний питомец. Тогда судья будет учитывать финансовое состояние супругов, взаимоотношения с детьми и с хозяевами, чтобы вынести свой вердикт. Последние исследования показывают, что у шимпанзе есть способности к приготовлению пищи. Но только они пока не понимают, как управляться с огнем. Как говорят эволюционные биологи, за один эксперимент эту теорию не подтвердить. Но уже проведенные эксперименты продемонстрировали, что шимпанзе предпочитают готовую пищу сырой. Они осознают, что приготовление пищи – это процесс, и для того, чтобы еда стала вкусней, ей нужно некоторое время побыть на газу или в печи. Возможно, в скором времени шимпанзе научится готовить самостоятельно. Хм, надо же. Интересно, чего еще от обезьян ждать? Может, они совсем скоро с собаками гулять начнут? А что? Я согласен. Что-то как-то подозрительно быстро ты согласился. В чем подвох? А я буду по 50 рублей продавать фотографии с обезьянкой. Да, так недалеко и дал ларька с чурчхелой. Слушай, не понимаю, откуда в тебе такая предпринимательская жилка, а? А у меня еще в приюте свой бизнес был. Я гадал по выпавшей шерсти. 10 рублей за сеанс. Ага. Судя по тому, как часто ты линяешь, денег у тебя было предостаточно. Куда же делать богатство? Да и потом этот, 2008 год, кризис, обесценивание. Эй, как ты все это? Да, действительно, когда я забирал тебя из приюта, ты был больше похож на банкрота, чем на богача. Ничего-ничего. Я кое-что уже заложил, деньги на биржу поставил, так что мы скоро заживем. Откуда это у тебя деньги? Стоп, а где мои часы, а? Ты куда часы мои дел, предприниматель? А это называется выгодное вложение. Ты меня до рэкета доведешь, предприниматель. Ой, 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 ты мне еще утюгом пригрози. За сервантом твои часы в зале. Только отстань от меня со своими замашками из 90-х. Кто сказал, что благородство натуры – свойство только породистых собак? Эти глаза чайного цвета очаруют любого любителя собак. А кроткий нрав и врожденная интеллигентность пса Гималая будет радовать его будущих хозяев. Взрослая, остепенившаяся и серьезная. Познавшая жизнь собака по имени Берута обожает детей, недолюбливает котов и готова поселиться в доме у хороших людей. Этой прекрасной даме практически далматинской породы срочно требуется не только хозяева, но и новое имя. Старых хозяев она потеряла. Нашли ее в Пашковской. Так и назвали – Пашковская. Ну, что за имя для такой красавицы? Заберите ее, пожалуйста, и дайте новую кличку. Если вскоре ваши гости после ужина на свежем воздухе решат, что к вам в огород забралась лиса, вы, конечно, если заберете рыжего чака, сможете над ними здорово подшутить. А я тебе никогда не рассказывал, кто у меня был до тебя. А я про твоих бывших ничего знать не желаю. Да и не про женщин. Был у меня до тебя кокер-спинель. Ласковый такой, веселый, послушный. А вы с ним обсуждали, как Камаз с Робином сыграл? Нет. А соревновались, кто быстрее добежит до туалета? Нет. А может быть, тогда тренировались подкидывать корм так, чтобы он в рот попадал? Нет. Слушай, а ты вообще уверен, что у тебя до меня были развлечения? Да я вас не сравниваю. Просто хочу рассказать, что он был очень добрый, послушный, любил стричься. Ой, да мог бы просто сказать, что нам на стрижку пора. Не нам, а вам. Ну да. А слюни на парикмахершу мою я, что ли, пускал в прошлый раз? Ну, вообще-то да. А, ну да. Да. Угу. Сегодня Джек пришёл на модельную стрижку. Джек-спаниель. И порода обязывает его приводить свою шерсть в порядок не менее одного раза в два месяца. Такую стрижку, как в этот раз, Джек предпочитает в летнее время. Во-первых, не жарко. А во-вторых, хозяева довольны. Шерсть по всему двору не летает. Нож должен быть максимум 3 миллиметра. То есть, короче, стричь нет смысла, потому что это будет доставлять собаке дискомфорт, будет раздражать кожу, будет доставлять дискомфорт в том числе и хозяину, когда он будет общаться со своим питомцем. То есть, троечка – это 3 миллиметра. Считается оптимальной длиной для стрижки в жаркое время года. Итак, если подстричь собаку слишком коротко, то остатки шерсти будут её колоть. Поскольку стрижка – процедура необходимая, то питомец после неё должен испытывать только приятные ощущения, чтобы в следующий раз соглашаться на экзекуцию с радостью. Хозяевам тоже будет приятнее гладить свою собаку, если стрижка будет не слишком короткая. Джек мастеру заказывает эффект плюшевой шерсти. Определённого порядка стрижки не существует. То есть, это как удобно мастеру, как удобно питомцу, потому что у каждого питомца есть свои части тела, которые он не очень любит давать для стрижки. С джеком мы начали со спины, частично ножки, и пойдём сейчас дальше. То преображение, которое происходит с джеком, это обычная стрижка. Если же у вас и вашего питомца большие амбиции, и вы собираетесь показать его на выставке, то вам точно нужно к особому специалисту, который доведёт питомца до необходимого выставочного стандарта. В принципе, своего питомца можно подстричь и самому. Первый совет, то есть, это правильный выбор инструмента. И, конечно же, очень бережное отношение. То есть, при стрижке, потому что ножи, ножницы, это всё может ранить, да, питомца нашего. Они это сильно и воспринимают, запоминают. И в дальнейшем, то есть, при стрижке уже у мастера можно даже наблюдать такие моменты, когда питомец не даёт какую-то лапу определённую. И сразу понятно, что это уже, значит, лапа была травмирована. Главное, что нужно запомнить при стрижке собаки, инструменты должны быть специальные. Домашняя бритва не подойдёт. Шерсть у собаки гораздо гуще, чем человеческие волосы. И обычная бритва будет вырывать её комками, доставляя боль питомцу. Стричь нужна лапы по шерсти, остальное тело против шерсти. Всё необходимо делать в хорошем настроении, чтобы у собаки не осталось о стрижке плохих воспоминаний. Слушай, а ты не знаешь, почём сейчас щенок овчарки? Тебя на развес? Ой, очень смешно. Ну, действительно, мы, возможно, именно благодаря твоим щенкам сможем выйти из небольшого экономического кризиса нашей семьи. Надо тебе какую-нибудь красивую родословную нацарапать. Да я и так сприличный родословный. Угу. У тебя бабка в цыганском таборе родилась. Би? А-а-а, так вот почему я так талантливо вою под гитару. О, да. Прощайся со зрителями. Всем пока. Чао. Слушай, а теперь стало понятно, почему я такой свободолюбивый. Угу, теперь понятно, почему ты мне вещи воруешь постоянно. Вот что понятно. Пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова